Царство грибы Царство грибы Грибы – это отдельное царство организмов, насчитывающее около 100 тысяч видов, различных по образу жизни, строению и внешнему виду. Они выделены в отдельное царство – эукариот. Обитают на земно-воздушной и почвенной среде, а также паразитируют на других живых организмах. Черты сходства с растениями и животными Черты сходства с растениями Поглощение веществ путем всасывания Неподвижность Неограниченный рост Наличие клеточной стенки Черты сходства с животными Гетеротрохный тип питания Отсутствие пластид Наличие в клеточной стенке хитина Запасные вещества откладываются в виде гликогена В обменных реакциях присутствует мочевина. Особенности грибов Вегетативное тело грибов мицелий состоит из тонких ветвящихся нитей гифов, не имеющих клеточного строя. Гифы бывают А. Членистые Разделены поперечными перегородками, септами на отсеки или компартменты. В перегородках есть отверстия, через которые двигается цитоплазма. Б. Нечленистые Дрожжи не имеют гифов и состоят из отдельных клеток. В цитоплазме клеток грибов есть ядро и органоиды, характерны для эукариот. Мицелий грибов может быть лишен клеточных перегородок, ценоцитные гифы, представляющие собой многоядерные нити. У низших грибов, например, у мукоров встречаются. У большинства видов грибов, именно выше грибов, мицелий имеет клеточное строение, септированные гифы, причем в каждой клетке могут одновременно находиться одно или два ядра. Дикарион На картинке представлен септированные и ценоцитные мицелий. Видно, что септированные мицелий состоят из показанного ядра, дикарион, то есть два ядра, септа, клеточная стенка, хитин и гифы. У ценоцитного показаны ядра, гифы и клеточная стенка снаружи, состоящие из целлюлозы или хитина. Строение грибницы Она может быть одноклеточная и многоклеточная. Одноклеточная В случае одноклеточной видно, что отсутствуют различные перегородки в мицелии, то есть это является все одной большой клеткой, весь перегородок. У многоклеточной весь мицелий разделен перегородками, септами. Некоторые грибы можно рассматривать только в микроскоп, например, дрожжи. Из-за того, что они очень мелкие. Имеют микроскопический размер. Некоторые грибы могут достигать исполинских размеров. Например, некоторые дождевики имеют вес 5 килограммов. Все грибы гетеротрофы питаются готовыми органическими веществами. Сапрофиты разлагают мертвые останки. Паразиты питаются за счет хозяина, нанося ему вред. У этих грибов есть специальные гифы гаустории, проникающие в клетку хозяина. Третий тип – это симбионты, вступают в взаимовыгодные отношения, образуя микоризу, или гриба-корень. Микориза бывает внешняя, гифы оплетают корни снаружи, и внутренняя, в которой гифы проникают внутрь корня. Гриб получает органическое вещество, растения получают воду и минеральные вещества. Хищники – четвертый тип, дактилария, охотятся на нематод, зоофагус, тентакулем, наомеб, калавраток и нематод. То есть такие хищные грибы. Грибы быстро заселяют пни. Они перерабатывают мертвую древесину и очищают лес. Вот показано, как грибы растут на пнях на древесине. Симбиоз грибов и растений. Микориза, или гриба-корень. Видно, что есть такие деревья, как, например, осина, береза, и тогда грибы называются подосиновник, подберезовик. То есть здесь образуются эти грибы, они специфические именно для березы, либо для осины, к примеру. И поэтому они создают симбиозы только с определенными видами растений. При этом они соединяются с корнями, оплетают их, либо бывает, что проникают своими мицелием в межклеточное пространство и таким образом расширяют поверхность всасывания влаги из почвы и доставляют эту влагу до корня самого растения. Многие грибы в этом лесу, то есть в лесу, тесно связаны с определенными деревьями и кустарниками. Так, например, подберезовик растет подберезами. Вот это вот говорит о специфичности грибов. Подосиновники растут только подосинами, рыжики подсосными и елями. Размножение бывает бесполое и половое. Бесполое с помощью спор, почкованием и частями цели. Половое при помощи конюгации или образования сумок. Общая схема размножения грибов. Вегетативное размножение грибов. Кусочками мицелия, хламидоспорами, геммами, оидиями или бластоспорами. И репродуктивное размножение грибов, которое делится на бесполое и половое. Бесполое включает в себя спорангиоспоры из спорангих, зооспоры в спорангих, конединосцах. Половое включает в себя цисты, ооспоры, зигоспоры, сумкоспоры в сумках, базидиоспоры на базидиях. Вегетативное размножение плесневых грибов. Происходит частями мицелия, почкованием клеток, артероспорами, которые возникают в результате распада гиф на отдельные клетки. Вегетативное размножение. Преимущественно обеспечит быструю колонизацию пораженных тканей. Также вегетативное размножение имеет свою, как сказать, недостатки или примитивность. Это получается именно отсутствие специальных структур и образование генетически однородных особей. Это недостатки. Бесполое размножение плесневых грибов. Осуществляется посредством спор. Споры – это зародышевая клетка гриба, покрытая пятислойной оболочкой. Споры могут быть эндогенные, образуются внутри спорангев. И экзогенные или канидии возникают открыто на концах канидий носцев. В благоприятных условиях споры прорастают, из нее формируются новые мицели. На картинке показаны высшие грибы и низшие грибы. Высшие грибы состоят из канидий носца и канидий, а низшие – спорангий носца, спорангия и спор. Размножение шляпочного гриба. Показаны споры. Шляпка, ножка, грибница. Огромная грибница. И сверху вот это вот плодовые тела коричневого цвета. Шляпка и ножка, которые мы употребляем в пищу. Половое размножение высших грибов. Образуются сумки, аски. Внутри них развиваются гаплоидные аскоспоры или базидии, к которым прикрепляются снаружи базидиоспоры. Классификация грибов. Выделяют грибы низшие, высшие и несовершенные виды грибов, в которых половой процесс еще не установлен. Отделы зигомицеты относятся к низшим грибам. Наиболее распространен гриб мукор, плесневой гриб. Сопротрофное питание, продукты питания и органические остатки, навоз. Мицелии гоплоидные, гифы нечленистые, плодового тела нет. То есть они питаются готовыми органическими веществами, сапротрофное питание или сапрофиты. Окраска белая, при созревании спор черная. Споры созревают спорангих метозом. Развиваются на концах гиф половое размножение при помощи зигаспор. Редко встречается половое размножение. Плесневой гриб мукор или головчатая плесень. Состоит из спорангия, спор, гифов, гриба. На рисунке показаны споранги в виде шариков, споры, грибницы, гифы столового, то есть нижняя часть всасывающая, вертикальные гифы, споранги в виде шариков. Отдел аскомицеты. Самая многочисленная группа грибов включает в себя одноклеточные формы, то есть дрожжи, виды с плодовыми телами, сморчки, трюфели, различные плесени, пеницилл и аспергиллус. Отдел аскомицеты, пеницилл, встречается на продуктах питания, цитрусовый и хлеб. В природе обычно поселяется на плодах. Мицелли состоит из щельнистых гиф, разделенных перегородками или септами на отсеке. Мицелли сначала белый, потом голубоватый. Пеницилл способен синтезировать антибиотики. Их открыл, за гриб открыл флеминг в 1929 году. Отдел аскомицеты дрожжи. Дрожжи – это одноклеточные грибы, характеризующиеся отсутствием мицеллия, состоящей из отдельных клеток шаровидной формы. Встречаются на сочных плодах. Богатый жиром содержит одно гаплоидное ядро, вакуоль, без полу размножения, почкование. Половой клетки сливаются, образуя зиготу, затем миоз с четырьмя гаплоидными спорами. На рисунке показано почкование, то есть бесполое размножение и половое размножение дрожжей. Паразитические аскомицеты. Сюда относятся споринья, поражают злаки. Споры разносятся ветром, мицелли прорастают, образуются склероции, содержащие мицелли споринью в состоянии покоя. Выделяют сильный яд, эргамин, вызывающий тяжелое отравление, вплоть до смертельного исхода. Также парша поражает плоды яблони. Бурая гниль различные виды деревьев поражает. Это вот болезни. Заражение через устицы и повреждение покровных тканей происходит. Спасибо за внимание. Продолжение следует...